Полномочия нового органа, административной комиссии, штрафы за отсутствие договора на вывоз мусора, перспективы создания единого областного мусоровозящего оператора. Эти и другие вопросы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов обсуждаются этой весной на сходах жителей в частном секторе городского поселения Щелково. Сходы уже прошли в Хомутове, Мальцеве, Втором Потапове, Кожине и других районах частной жилой застройки, входящих в состав городского поселения Щелково. Их проводят совместно представители районного отдела благоустройства, отдела экологии, административно-технического отдела, а теперь и административной комиссии, нового муниципального органа, которому Госадмтехнадзор делегировал часть своих полномочий по контролю в сфере благоустройства. Людям разъясняют полномочия комиссии, спрашивают, как обстоят дела с вывозом мусора, есть ли проблемы и замечания. Мы заключили договора. Тот, кто не заключил, до сих пор так и не заключили. Ни одного не оштрафовали. От порядок, чистоту вы просите. Так больше не будет, отвечают представители муниципалитета. Нарушителей закона о благоустройстве будут штрафовать за отсутствие договора 5000 рублей. Эти полномочия теперь у административной комиссии. Мы видим, что есть инициативные группы, есть уличкомы, есть люди, которые неравнодушны к чистоте и порядку. Именно с ними мы начнем сейчас выяснять, какие проблемы, какие конкретно домовладения не заключают договора и систематически не платят. А если возьмут штраф, люди сразу заключат и не будут вывозить в посторонние контейнеры, а будут именно вывозить, ставить возле дома и отдавать в организацию, которая у нас собирает. Это единственное, вот человека по улице штрафовать, сразу в момент все побегут. Административная комиссия в помощь не только жителям, но и мусоровывозящим компаниям. Мало заключить договор на вывоз, его надо регулярно оплачивать, а так бывает не всегда. Еще одну важную тему обсуждают на сходах в частном секторе. На рынке сбора и утилизации отходов происходят серьезные изменения, особенно на фоне обострившихся проблем с мусорными полигонами. С будущего года в Московской области должен появиться единый региональный оператор по сбору и вывозу ТКО. По этой и ряду других причин небольшие компании, у которых заканчиваются договоры с жителями, уже сейчас не продлевают их. Так, например, произошло в микрорайоне Хомутова. Растут тарифы, полигоны закрываются. Компании, которые работали на этом поприще по различным схемам, по хорошим и по плохим, в общем, не выдерживают сейчас никакой конкуренции, начинают уходить и переставать заниматься этой деятельностью. Это не только в Щелково, не только в Афрязи, но это на территории всей Московской области. Не только к приходу единого мусоровозящего оператора готовят жителей. Необходимо в целом повышать культуру поведения в вопросе утилизации отходов. И привыкать, что раздельный сбор – это уже без пяти минут реальность не только в квартирах, но и в частных домах. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов. Телерадиокомпания «Щелково».